Валерий Седов Рязанцы собрали посылку для бойцов ЛНР. О Рязани и Рязанцах – деловое путешествие федерального канала по городу и окрестностям. Сразу шесть спортивных спортшкол проинспектировал сегодня в Рио губернатора Павел Молков. В основном проверял техническое состояние, чтобы, так сказать, оценить масштаб работ. На что жаловались в нашем следующем материале. Добро пожаловать в спортивную школу Олимпийского резерва «Юность». Со спортивного манежа экскурсия по спортобъектам города и началась. «Юность» – одно из старейших зданий, построенное еще в далеком 71-м. Нынешний директор Елена Мигунова говорит, что сегодня школа Олимпийского резерва – самая титулованная в городе. Еще бы, площадки для бега, прыжков в высоту и длину, отдельный зал для спортивной гимнастики. Правда, на вопрос о состоянии манежа одним ответом удовлетворительно не ограничиваются. В противовес хорошим новостям о чемпионских медалях – текущая крыша и резиновое покрытие, которые требуют ремонта. Рядом «Комета». Тоже школа Олимпийского резерва. Здесь на татаме чемпионы действующие воспитывают чемпионов будущих – 11 тренеров на 350 детей. Обратная сторона медали есть и здесь. Школе нужны новые площади. Тесновато. Жалобы руководства Молков фиксирует. Финальной точкой тура стала Академия тенниса имени Озерова. Шестая на маршруте после школы Олимпийского резерва ЦСКА и спортшкол «Айсберг» и «Олимпийский». Инфраструктуру в целом оцениваю как достаточно развитой, диверсифицированной, очень хорошо. У нас много направлений работы. В то же время я вижу, что в каждом направлении есть куда совершенствоваться. Таких объектов, вот как мы сейчас находимся, как Академия тенниса, такого уровня, у нас, конечно, маловато. Основа есть, основа очень хорошая, но везде есть какие-то вопросы и проблемы. А многие объекты у нас требуют серьезных вложений, реконструкции, развития, обновления материально-технической базы. Теперь предстоит выбрать приоритетные направления, говорит Павел Малков. Например, конкретно на Комете будут искать финансирование для расширения и строительства общежития. В юности предстоит сменить покрытие, отремонтировать крышу. Но самая обстоятельная работа предстоит с ЦСКА. Самый, пожалуй, сложный объект – это, конечно, стадион ЦСКА. Объект построен давно, к Олимпиаде 80-го года. Очевидно, что есть определенный износ, в том числе бетонных конструкций. Поэтому первая задача, которую я ставлю – это провести аудит, экспертизу, понять, какое сейчас текущее состояние. И параллельно нам надо с архитекторами обсуждать, как можно осовременить эту арену и вписать ее в наш будущий ландшафт. Деньги на это будут искать не в федеральном бюджете. Попробуют справиться своими силами. На следующей неделе этому посвятят совещание с министром спорта. И помощь обязательно будет, заверил Павел Малков. Потому что тренерский и директорский состав в спортшколах высококлассный. А инфраструктурная помощь – залог будущих больших побед. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На Донбассе продолжается специальная военная операция вооруженных сил России и местной милиции. В помощь бойцам ЛНР рязанцы собрали и передали большую посылку артиллерийскому дивизиону 6-го отдельного казачьего полка имени Матвея Платова. Что там – расскажем далее. Мафель специальный, тактический там, с возможностью работы вечером с подсветкой, с всей историей. А это вот такие пакетики, средства, производятся у нас в городе. В общем, мешаешь их, засыпаешь в рану, при ожогах, при ранениях помогает. Это непростая посылка бойцам на передовую. Рисунки, подарки и пожелания здесь, конечно, есть. Но основа – все самое необходимое. Бронезащита, радиостанции, тактические наушники и другие полезные расходники. Есть даже бензогенератор. В общем, то, что поможет выжить на передовой. Письма, послание от рязанцев на передовую. Спасибо детям за рисуночки, за письма. Обязательно прочтем, раздадим бойцам. Я думаю, им приятно будет, что их ждут дома. С марта из Рязанской области жителям Донецкой и Луганской республик отправлено несколько сотен тонн продовольствия от рязанских производителей мясомолочной, животноводческой промышленности, растениеводства и переработки. Плюс товары первой необходимости. В самом же регионе с февраля организовано 36 пунктов приема гуманитарной помощи для эвакуированных из республик ДНР и ЛНР. Вот только с публичностью пока совсем беда. О том, что наших парней там поддерживает множество рязанцев, очевидно, надо говорить больше, в том числе и на правительственном уровне. За первое полугодие прокуроры выявили свыше 22 тысяч нарушений закона и защитили права более 1300 граждан. Эти цифры озвучили на специальной коллегии прокуратуры Рязанской области. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 5,5 тысяч лиц. Материалы прокурорских проверок привели к возбуждению 130 уголовных дел. Остальные цифры в материале Максима Васильева. Экономика и бюджетная сфера сегодня основные приоритеты надзора. Нарушения здесь бывают частенько, например, в сфере госзакупок, а также при использовании муниципальной собственности. Самые вопиющие эпизоды слуги государевы трансформируют в уголовные дела, таких за первые полгода уже 14. Журничать в сфере нацпроектов сегодня тоже не вариант. Следят строго. Как результат, выявленных преступлений увеличилось вдвое. А вот с малым бизнесом и предпринимателями все, как и просил президент. За первые полгода прокуратура отклонена по официальной статистике почти 97% заявок о проведении внеплановых проверок. К обращениям жителей у ведомства особое отношение. Из 13 тысяч уже поступивших непосредственно прокурорами разрешено порядка 5,5 тысяч. Чаще всего обращались за защитой прав в сферах трудового, жилищного, земельного законодательства, в области охраны окружающей среды и исполнения судебных решений в связи с волокитой в уголовном судопроизводстве. Ну и, конечно, как никогда представители надзорного ведомства следили за коррупционными проявлениями, нарушением прав граждан на своевременную оплату за труд. Общие цифры впечатляют. За 6 месяцев этого года прокуроры выявили свыше 22 тысяч нарушений закона и защитили права более 1300 граждан. По материалам прокурорских проверок возбуждено 130 уголовных дел. За результативность работы прокуратуры теперь в ведомстве будет персональная ответственность. Очередной гонец не довез товар до своих постоянных клиентов. Рязанские полицейские избытчика белого порошка взяли с поличным. Сколько изъяли и как его задержали, расскажем далее. Сколько здесь должно быть? 100. 100 маленьких красных свертков в каждом, предположительно, героин. Такой клад полицейские изъяли у задержанного парнишки из стран среднеазиатского региона. Вычислили злоумышленника по наводке. Задержали на улице Весенний. Парень долго отпираться не стал, во всем сознался. Что распространяет бесконтактно, скорее всего, через закладки. А с покупателями связь держат через мессенджеры. Теперь 100 его друзей останутся без товара. А 166 граммов изъятого героина теперь вещдок в очередном уголовном деле. Установлено, что молодой человек, проживающий в городе Рыбное, ранее работал на стройке, но некоторое время назад стал наркозакладчиком. Руководимый дистанционным куратором интернет-магазина «Мигрант» забирал из тайников оптовые партии героина и распространял их в розницу на территории города Рязани. Сейчас идет предварительное расследование, но уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» уже возбуждено. По той самой «Народной» 228-й в отношении иностранца избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. С 1 октября клиенты банков смогут самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры. Например, максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. Как это работает, выяснял Максим Васильев. Телефонное мошенничество сегодня на пике. Если раньше эти так называемые центры поддержки были в основном прописаны на зонах, то сегодня они полномасштабно развернуты на Украине. Схемы постоянно новые, отсюда и рост числа обманутых. Один из последних случаев – звонок от имени сотрудников службы поддержки оператора сотовой связи. Злоумышленники сообщают, что ваш номер якобы скоро перестанет действовать. Чтобы избежать этого, человеку предлагают набрать на телефоне комбинацию цифр. В результате он подключает переадресацию звонков и текстовых сообщений, в том числе с СМС-кодами от банка на номера мошенников. Это позволяет им получить доступ к дистанционному управлению банковским счетом. Во избежание вот таких вот хищений и появилась опция, говоря языком финансистов, стоп-лосса. Это когда вы сами задаете границы движения средств по счету. Например, человек может установить полный запрет на дистанционный кредит или настроить онлайн-переводы, назначить максимальную сумму одной операции или определить лимит на сутки или другой срок. Банки будут обязаны предоставить такие возможности всем клиентам бесплатно. Если мошенники получили доступ к онлайн-банкингу, но у клиента активированы подобные опции, им не удастся похитить деньги или оформить кредит. Универсальный способ проверки в случае подозрительных звонков набрать номер техподдержки сотовых операторов или банков через официальные сайты. И это верный способ не повесить на себя ерму ненужного кредита. Они сейчас понадобятся многим, так что звонков тоже станет больше. Инфляция не стоит на месте. По данным Банка России, ее годовой показатель в Рязанской области пусть и стал ниже, с июнем это было 16,23%, но в целом пока ситуацию не стабилизировал. Снижение инфляции по сути сезонное, связанное с урожаем помидоров и картофеля, а также экспортными запретами. Так что ваша задача сегодня быть в курсе событий и выстроить для себя правильный алгоритм действий. Телеканал «Россия-24» снял получасовой фильм о Рязанской области «Яркие краски Рязани» в рамках проекта «Деловое путешествие» об импортозамещении, производствах, красоте Рязанского края. Новый фильм канала «Россия-24» – это попытка охватить все многообразие рязанской экономики от заводов по производству канцелярских принадлежностей и красок до агропрома и туристической индустрии. Машиностроение, народные ремесла, фармакология. И пусть в фильме много коммерческих предприятий акцент все же сделан на компании из новых сфер деятельности и на уникальности некоторых из них, таких как, например, фабрика по производству уникальных музыкальных инструментов. Как многие дерзкие проекты, родилась фабрика в гараже, где отец Алексея Рахманова, нынешнего владельца предприятия, Владимир Рахманов, первые ксилофоны создавал буквально на коленке с помощью напильника и лобзика. Но возникла династия, и дело пошло. Агропром, пчеловодство, выращивание шампиньонов, палитра красок кипения рязанской жизни обширна. Причем в фильме показаны нюансы выращивания, казалось бы, простого продукта. Задача технолога с помощью исключительно климатических параметров сымитировать для грибов три времени. Года – это весна, лето и осень, чтобы стимулировать рост. Исключительно влага, чистая вода из скважины, исключительно температурные параметры и настройки по потоку воздуха. Никакой химии. Помимо скопина, в фильме присутствуют и Касимов с деревообработкой и, разумеется, Приокский завод цветных металлов, крупнейший в Европе. Афинаш – так научно называется комплекс технических процессов для глубокой очистки драгоценных металлов от примесей. На протяжении долгого времени предприятие вырабатывает золото для пополнения золотовалютного запаса России. Завораживающие, не без доли магнетизма, действия. Золото в разных агрегатных состояниях и всевозможных формах – пульсирующего солнца, сокровища или такого вот невзрачного песка. Все предприятия в фильме объединены общим креативным началом, нестандартным подходом, будь то производство умных счетчиков для воды, медицинского оборудования, товаров для творчества или создание туристического кластера в Мещере. В общем, рекомендовано к просмотру. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова